так ну давайте я думаю можно начинать остальные кто захочет из участников процессе к нам подключиться вот давайте начнем с того что я всех представлю в данном случае речь идет о спикерах которые сегодня будут для вас выступать ну и дальше соответственно расскажу о наших сегодняшних темах дня которые мы будем обсуждать вот значит так начнем с меня меня зовут владимир я в м капитал вот да то есть мой канал в м финанс дальше у нас идет соответственно александр это канал supreme хакстер да далее у нас идет марат это канал мега стратеги если правильно прочитал вот и георгий канал инвеста крат а также еще хочу представить своего коллегу вот он меня соответственно мы с ним давно общаемся дружим и скажем так он выступает моим соведущим вот его зовут александр тоже да давайте его поприветствуем он занимает спекулятивными сделками вот то есть в основном это его стихии вот ну собственно у нас здесь все гуру так сказать разных техник инвестирования начиная от спекулятивных заканчивая среднесрочными кто-то торгует по техническому анализу кто-то торгует по фундаментальному или в том числе техническому кто-то вообще вот ну и как я знаю канал у нас мега стратеги да то есть марата он использует вообще свою уникальную какую-то технику вот которую они долго там разрабатывали вот значит сегодня тема дня у нас тема встречи вернее это будет обзор рынка рф целом да то есть это обзор нефти газа валюты вот поговорим о прогнозах на ближайшие полгода ну я думаю горизонт можно сделать там до выборов может быть чуть подальше там вот какие-то кто-то поделится своими секретами какие-то бумаги интересные разберем в том числе топовых наших эмитентов вот возможно какие-то еще появится в процессе общения у нас с вами интересные темы вот ну наверное начнем с обзора рынка да то есть хотелось бы услышать ваше мнение коллеги что сейчас происходит как нам жить да то есть и чего ждать вот условно в текущей ситуации да то есть мы видим что рынок потихоньку сваливается вниз вот глобальным уровнем не пробиты да то есть но при этом большая нервозность на рынке как со стороны скажем так наших подписчиков так со стороны просто инвесторов вот чего ждать вот давайте либо там кто-то захочет сразу либо как по порядку александр с тебя начнем привет еще раз всем давайте начнем так ну так как я практикую технический анализ я думаю мне нужно пошарить кран все-таки ну что так и мне нужно разрешение мне нет разрешения шарить экран так сейчас пока расскажу значит какая у нас принципе ситуация у нас сентября рынок достаточно так сильно импульса сложился там по моему процентов на 7 на на 8 у нас было снижение вот и потом откупился сейчас мы опять подошли к максимальным значениям но тем не менее такую картину мы наблюдаем только по голубым фишкам о достаточно сильным фундаментальным компаниям а в общей же массе все то что росло летом из второго третьего эшелона она достаточно сильно так сложилось что-то на 30 процентов что-то прямо на совсем негативных новостях однако сложилось и в два раза и в три и народ в принципе я считаю что народ уходит от риска тот который был во втором третьем эшелоне и паркует деньги в голубых фишках то есть это не дает в принципе падать индексу это не дает какому-то большому сильному снижению продолжится и в принципе сейчас технически мы на это посмотрим вот попробуй саши давай сейчас у тебя получается не так так ну давайте продолжим свой стендап небольшой так значит касательно рынка в целом какого-то сильного снижения продолжительного я не ожидаю ставка цбш на и так в принципе на высоком уровне ну может быть еще одно повышение будет это я если честно не очень рассчитываю на какую-то сильную реакцию рынка если она даже будет потому что из каждого утюга об этом говорят и по факту мы можем увидеть что рынок уже закладывает все эти движения по ставки которые будут получилась поставки которые будут в декабре и в принципе да по факту мы можем увидеть что никакого снижения дальнейшей ты не будет так видно мой экран расскажите мне да видно видно так отлично тогда вернемся к технике что для меня более интересно чем вот эти все фундаментальные рассуждения можно потому что придумать 100 факторов за рост и 100 факторов за падение и все они будут достаточно аргументированы и интересно рассказаны то есть чем занимаются аналитики в принципе биржевые они рассказывают нам почему что произошло почему это произошло а не то что произойдет в будущем так значит у нас по сути дела мы подошли к уровням достаточно таким на которых было у нас начало снижения в двадцать втором году то есть вот это первая вот эта большая волна снижения с ввошного и мы также подошли к историческому уровню вот этому который был у нас сформирован в двадцатом году то есть это уровень аптраста из анализа объемов и мы в принципе вот эти два уровня уже калашматим достаточно долгое время по волнам у меня волновая теория это основа прогнозов и точки входа я ищу по объемам пауса то есть цели вот этой волны которая сейчас у нас формируется который начала формироваться в прошлом году в октябре цели третьей волны у меня находится на уровнях где-то порядка 3 600 3 800 то есть где-то вот в этом диапазоне это это третья волна у меня без удлинения то есть стандартная это мой основной сценарий сейчас мы движемся в мелкой под волне 5 и вот это все снижение если оценить с точки зрения того что мы находимся в зоне продаж с того что мы должны отсюда увидеть нормальную реакцию это все коррекционная модель то есть вот это все снижение которое мы видим который у нас продолжается после октября которое началось в октябре где-то 24 октября у нас началось это снижение вот это все я считаю коррекционной моделью к вот этому импульсу то есть в таком случае так что уберу так таком случае у нас это волна 1 это 2 и мы дальше движемся вот таким образом это мой основной сценарий на ближайшие полгода потому что здесь мы смотрим возобновляемость продаж потом попытка была 1 2 3 и сейчас какая она то есть возобновляемость продаж чисто технически очень плохая и это все коррекционная модель то есть где она закончится ну я не знаю пока в пятницу каких-то признаков разворота я не видел если честно вот но я больше сделаю здесь акцент на том что это была пятница и скорее всего никому не хотелось рынка разворачивать не исключено что в понедельник мы увидим либо сразу рост либо мы увидим рост через небольшую опять же манипуляцию минимум вот этого вот то есть через снижение к 3 103 120 наверно куда-то вот сюда то есть мой основной сценарий будет это вот такой вот рост если говорить о чем-то фундаментальным то наверное все таки триггерами роста вот этого всего будет в основном это наверное дивиденды от сбербанка но это уже ближе это будет к следующему году уже наверное все таки это будет где-то наверное февраль наверно ближе к марту объявлено если говорить про январь то это будет скорее всего поступление от дивидендов то есть у нас сейчас будет дивидендная отсечка по тот нефти по лукойлу по по моему по газпром нефти еще почему-то там не особо помню то есть вот эти все денежные вливания скорее всего рынок очень хорошо поддержит то есть там одни дивиденды по лукойлу там бешеная сумма в рамках всего всей капитализации сейчас рынка и основным моим сценарием является то есть продолжение роста опять же если сюда наложить всю эту ставку которая у нас там должна быть там к 16 по моему да было 16 ставка не помню уже ли 15 ставка у нас должна быть 15 да что-то тем тип такого то не исключено что мы еще вот по этому каналу спустимся еще ниже то есть мы можем пройти то есть сейчас попилиться еще опять две недели то есть вот так попилиться и потом все таки мы сходим на 300 на этой ставке и развернемся с этих значений то есть вот мы остановим сценарий никаких глобальных разворотов я пока не думаю то есть пока цели вот эти старшие по волнам вот эти цели в 3 800 не выполнены причем это минимальные значения ни о каком развороте рынка в глубокую коррекцию я в принципе не говорю то есть вот такое у меня примерно мнение по индексу московской биржи я думаю сейчас вы выскажетесь остальные по тому что думаете мы перейдем другому активу там возможно доллар рублю перейдем к нефти и там уже потом в конце я думаю мы какие-то более локальные торговые идеи интересные абсурд но я да я хочу тебя поддержать в этом вопросе потому что у меня примерно схожая модель вырисовывается на графике вот я ожидал конечно что мы удержим уровень 3 160 возможно там с проколом в 3 150 но сейчас я понимаю что я тоже включу себе демонстрацию экрана делать у меня график то есть у меня примерно схожи с тобой модель скорее всего да мы доползем до 3 100 наверное скользящий вот в ходе текущей проторговки опять же я не вижу точно так же как и ты в принципе какую-то разворотную модель вот то есть вот разворотная модель была бы наверное вот здесь вот если бы мы вот здесь вот ушли вниз но сейчас как развивается график дай то есть я могу но абсолютно уверенно сказать что я вот ты говоришь 3 800 я вот оценивал примерно сейчас уровень где-то 3 500 может быть там после какой-то коррекции мы выйдем на 3 600 вчера кстати вот как раз общался с ребятами у нас был вчера небольшой сабантуй вот я не помню тебя по моему александр не было марат и георгий были я там пообщался с другими блогерами ну и инвестором там в частности линецкий вот все ждут следующем году перехай индекса вот то есть поэтому то есть никто о глобальном развороте сейчас в принципе даже не задумывается вот поэтому в принципе я полностью согласен давайте послушаем марата вот что он думает на эту тему так сейчас отключу всем привет но в целом согласен александром и вообще-то в целом год выдался очень хороший для инвесторов с начала года индекс показал рост порядка 50 процентов и сейчас вот наблюдаем вот эту коррекцию и очевидно что рынок должен выдохнуть немножко чтобы снова вздохнуть и пойти к новым вершинам вот то есть сейчас какая-то коррекция в любом случае будет как-то александр на графике к новым вершинам но конкретный цифра называть не готов настроение все равно позитивны вот так ну то есть ты в принципе считаешь что все то же самое что вот мы с александром ну то есть поддерживаешь так сказать ножа поддерживаю да согласен так ну давайте послушаем алекса вот у него соответственно он торгует спекулятивно возможно у него какие то есть более модели интереснее и ожидания спасибо наверное не смысл сказать двух словах что мне немножко отличается в принципе взгляд и на текущей ситуации в принципе на построение какой-то торговли и выбора стратегии я сразу скажу что работаю от техники вот и сочетаю с фундаментальным анализом но не компании а в целом макро показателя макроэкономики какие-то тенденции выходящих за рамки в данном случае российской федерации да там что может повлиять котировки нефти там закупки поставки транспортировка там и так далее так далее вот если уже открыли графики сейчас я попробую тогда у себя включить трансляцию все запустится скажите запустилась не запустилась видно или нет да 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 буквально там на недельки полторы назад я рисовал для себя историю что мы можем наклонный пробить значение где-то 3 240 вот в рамках удержания канала который я для себя вижу вот но эта история не случилось и начал отрабатывать сценарий с походом на 300 310 вот пока жду реакции него но изначальный план это вот глубок голубая конструкция с отработкой с началом отработки двойной вершины я бы не ставил на то что сама двойная вершина отрабатывается полную меру потому что в таком случае поход нас ждет примерно на уровне восемьсот вот чему для себя ставлю цели коррекции ни о каком развороте я говорить не буду потому что показатели слишком много которые говорят за то что такое коррекции на локальном рынке на рынке которые скажем так наверное уже пошел по иранскому сценарию замкнутом рынке без влияния внешних каких-то управляющих и хэдж-фондов наверное говорить особо не приходится только если начнем говорить о каких-то катаклизмах так далее так далее значит пока для себя вижу вариант вид 940 это наверное идеальный вариант снижения после чего либо боковик либо прокол и было бы наверное на мой взгляд более идеально чтобы мы отсюда медленно начали двигаться наверх сейчас попробую добавить карандаш чтобы это было более понятно с точки зрения фанализации примерно таким образом я это вижу и здесь либо прокол и наверх либо через боковик какую-то широкую может быть ловкость и выход наверх касательно истории что там 3 600 3 800 в целом как бы я историю подержу но никаких сроков я бы не давал потому что на мой взгляд есть много тенденций которые говорят о том что те деньги которые будут высваждаться в том числе через дивиденды и так далее так далее они могут не пойти на рынок и с большей долей вероятности по моему мнению они пойдут все таки на инструменты с фиксированной доходностью это в основном вклады и прочие инструменты объясню почему потому что при текущей ставке рынок не столь не столь привлекателен потому что средняя там доходность дивиденды там 10-14 процентов когда можно по вкладу стабильно получать 15 процентов думать о том что ты потеряешь деньги или не зависать в какой-то позиции из-за того что цена акции упала там и так далее так далее и плюс второй наверное аргумент что зеленая наклонная на мой взгляд должна удержать снижение какие-то минус 2 940 и после чего как уже говорил либо боковик либо проколы либо дальнейший поход наверх но я ставлю скорее на боковик возможно с понижающей стенденции потому что я думаю что многие согласятся с тем тезисом что бакс наверное сильно особо расти не будет до выборов это скажем так инвестиционно непривлекательно вот высокая ставка которая скорее всего повысит 16 с половиной 17 декабря вероятно обманет представление рынка о том что фонд и банки могут ставить на то что ставку начнут снижать там чуть ли не во втором квартале двадцать четвертого года я думаю что это произойдет скорее всего после второго квартала и где-то в середине третьего потому что вас основная часть инфляции в россии носит не монетарный не монетарную природу а скорее рода увеличения налоговой нагрузки ограничений и так далее так далее так далее то есть увеличивается стоимость логистики увеличивается субсидии увеличивается количество денег через показатели м2 денежной массы с учетом количества денег которые появятся в системе это не только увеличит саму денежную массу но и повлечет за собой возможность увеличения налоговой нагрузки те же самые платежи по жкх растут уже который раз за последние два года и по-моему вы во втором квартале двадцать четвертого опять планируется повышение там 200 или 11 процентов все вот эти истории они так или иначе отыгрывают и будут отыгрываться через ставку она их будет компенсировать но я бы наверное все таки ставил на то что возможно в 2021 году мы увидим ограничения в том числе на движение капитала потому что ну по моим прикидкам если хотя бы под поползновение в эту сторону не будет то вывод капитала следственно как высокий курс бакса он с нами может остаться надолго и вот эти все истории типа 120 110 120 150 рублей за доллар мы в следующем году вполне можем увидеть поэтому помимо фондов рынка там беру другие инструменты для того чтобы том числе от этого за химизироваться поэтому подержу тезис коллег о развороте на текущий момент я наверное говорить не буду вот потому что если говорить о развороте то там все совсем печально и пока особо триггеров для этого нет вот но на текущий момент снижение для набора сил для скажем так истории когда придут много денег на рынок которые можно будет вложить в тот же самый сбербанк лукойл по вкусным ценам когда индекс будет на 2 940 там и так далее вполне вероятно и еще честно говоря напрягает немного тот факт что кроме голубых фишек весь рынок ну откровенно говоря варится и уже не первый день это тоже как бы стоит упомянуть потому что практически такая же ситуация на американском рынке да как бы я сейчас про него говорить особо не хочу я лишь хотел упомянуть о том что есть была и будет корреляция с глобальным рынком в данном случае там допустим NASDAQ S&P 500 вот сейчас она сильно ослабела но тем не менее ситуация там такая топы тянут остальные остальный рынок он либо болтается на дни либо вот-вот уже достигнет у него так у меня в целом на все так спасибо давай георгий теперь жги ты да всем привет так сейчас тоже демонстрашку включу но я больше фундаменталист поэтому графики никакие рисовать вам не буду единственное на что хотел бы вас ваше внимание обратить это динамика движения до вот динамика печати денег этот как раз зеленый график это денежная масса оранжевый график это соответственно индекс и мы видим что когда у нас 2022 год кстати это единственный год когда у нас на биуллин решила заливать экономику кризис да фактически деньгами потому что до этого у нас обычно например 2008 году всегда экономика сжималась потому что у нас сжималась денежная масса сейчас я вам чуть дальше покажу и мы увидим что действительно 22 марта 22 года у нас динамика печати денег резко ускорилась отчасти она началась там даже в 2020 году во второй половине вот после начала пандемии и поэтому мы показали в 2020 году в образное восстановление сейчас фактически в образное восстановление но последние три месяца динамика темпов прироста становится все меньше и меньше посмотрим как будет ситуация развиваться дальше но если не будет новых денег соответственно индекс будет просто не на чем расти это как топливо для автомобиля да вот он пример хорошие 2008 года денежную массу сжали рынок у нас рухнул там некоторые акции на 80 на 90 процентов вот это первый момент второй момент все будет зависеть от цен на нефть потому что наш бюджет во многом хоть нам и говорят что он отвязывается вроде как от нефтяных котировок тем не менее там более пятидесяти процентов бюджет все равно получает от нефти потому что да от конкретных там про от конкретной реализации нефти может быть чуть меньше но тут надо еще учитывать всю инфраструктуру да то есть все те компании которые обслуживают всю эту отрасль кто-то транспортирует кто-то продает там всякие нефтетрейдеры нефтеперекачкой прочее прочее вот поэтому здесь однозначно сказать сложно будет рост или нет учитывая что сейчас 80 процентов всего оборота делают физики а физики это как вы понимаете очень нестабильный такой ресурс то есть если крупный инвестор входит он как правило входит на долгосрока не входит там на день на два на неделю до физические лица если будут какие-то негативные новости да там связанные со свой из какой-то новой геополитической нестабильностью они могут достаточно существенные я думаю делать движение по рынку потому что ликвидность у нас сейчас очень небольшая это тоже надо понимать вот наверное разглагольствовать не буду по теме рынка скорее жду наверное какой-то боковичок пока особых драйверов для роста нет единственный драйвер этот рост денежной массы если мы его увидим то рынок подрастет спасибо георгий так ну давайте наверно перейдем тогда к более другим да то есть это вот нефтянка валюта да то есть что собственно идет как говорится параллельно с нашим рынком вот александр давай тогда ты начнешь так давайте к доллару перейдем да да можно к доллару так видно мой кранчик баба так по доллару у меня два сценария и оба они в принципе немножечко попахивают шизофрении так сказать оба они очень такие размашистые в сценарии у меня первый сценарий что у нас закончился полный цикл это один и формируется два два здесь возможно в двух вариантах так как явно нельзя сказать что это снижение импульсное потому что в нем в принципе нет нормального движения то есть внутри мы можем его разложить при желании и на импульс и на зигзаг ввиду этого я рассматриваю два варианта первый у нас началось движение в рамках волны 3 цели волны 3 у нас должны быть 250 рублей за доллар в таком случае это формируется волна 1 локальная это волна 2 цели тогда текущего снижения текущего снижения которое началось у нас должны быть это в районе ну хотя бы там 70-75 рублей то есть как-то могут так должны пойти 70-75 и отсюда в космос улететь там на обновление глобальных максимумов не обязательно 250 можем мы там на 150 сходить с учетом того что это будет все на не на фьючерсе она скорее всего на спотовом рынке мы можем увидеть это в принципе там какое-нибудь движение в 20 рублей там за за пару дней вверх а потом обратно то есть такое не исключено это первый сценарий в этом сценарии более локально предлагаю рассмотреть движение которое будет с нам же не особо такой большой горизонт планирования нужно давайте локально рассмотрим локально у нас вот с этих хаев пока сформировался импульс вниз это будет волна а коррекции сейчас формируется b еще будет с так значит б до каких значений будет ввиду того что здесь какой-то локальный разворотик все-таки сформировался после вот этого импульса но я бы выставил две цели даже 3 по волне b и какие я буду ожидать в принципе вот в ближайшие месяцы волна b это такая если обратиться к волновой теории волна b может быть у нас достаточно протяженная по времени размазанная то есть как она пойдет то есть мы пока не знаю делать выводы сложно действие у нас есть цели цели этой волны b примерно вот здесь вот то есть я ожидаю движение в диапазон 95 96 и отсюда ожидаю продолжение снижения то есть куда-то в уровне хотя бы минимальная цель это 83 вообще после коррекции там более старшей цели это 73 значит на чем это может быть я предполагаю что это будет на росте нефтяных котировок потому что мой основной прогноз по нефти это движение на обновление максимумов которые были в двадцать втором году то есть примерно вот такого сценария я ожидаю по рублю это первый сценарий прям совсем негативный дальше есть позитивный хотя с какой стороны смотреть на него для кого он позитивный значит второй сценарий волна b то есть волна 2 будет продолжаться формате плоскости таком случае мы уйдем опять же отсюда же просто обновим х и сходим на 130 140 может быть там 125 куда-то сюда это будет все волна b плоскости и потом будет волна c очень долго и медленно с потенциалом снижения опять же к уровнем от 50 до 70 вот это мой второй сценарий какой из них реализуется но по сути дела мы узнаем только когда мы придем обновлять вот эти максимумы в район 120 130 то есть пока оба сценария у нас за продолжение снижений то есть либо к 83 но хотелось бы конечно еще пониже это к 73 куда-то 70-80 куда-то вот в этот диапазон сходить и оттуда уже мы увидим рост то есть вот это мой основной сценарий по рублю локально он значит выглядит одинаково а глобально немножечко отличается все таки так по доллар рублю у меня такое видение рад послушать что вы мне интересно расскажете по этому поводу так давай я тогда начну у меня но у меня здесь глобальные уровни их собственно 2 если мы говорим сейчас о поддержке да так называемый то есть это первый это 86 и 2 это у меня 80 вот на собственно на чем они сформированы да то есть но это исторически такие уровни а вот хайов которые мы достигли если брать старший 86 там ну 85 с копейками он очень слабенький а вот более сильно это уровень где-то 80 если мы посмотрим текущую картину да то есть меня во всей этой ситуации вот в целом смущает только вот этот вот гэп вот он но зная практику торговли да то есть худший сценарий который я рассматриваю сейчас ждать так лучше для меня сценарий это но не для меня в принципе да то есть это вот то что мы сходим сюда и скорее всего потом уйдем вот сюда говорить о том что мы сможем пробить отсюда вниз я наверно не решусь потому что в текущей ситуации вот уход в нижнюю зону наверно больше был бы скажем так ну вот когда свого закончится да то есть вот свого закончится рынок начнет потихоньку как говорится оживать и собственно все у нас начнется потихоньку приток денег да то есть ликвидность и так далее но опять же открытие рынков снятия там каких-то санкций я не говорю что их снимут я говорю что вполне допускаю по окончании своего будут какие-то послабления хотя бы с ряда каких-то стран да то есть и так далее потому что мы сейчас наблюдаем картину когда даже в условиях полной санкционки многие страны в том числе европы до разными возможными путями закупают у нас все начиная от нефти и газа заканчиваем металлом и удобрениями и всем 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 вот если брать именно динамику текущую да то есть вот ну более для меня реалистичный сценарий то не исходя из того как резко набирает rsi то я бы наверное ограничился вот этим вот уровнем это вот девяносто там два с половиной да то есть вот здесь такая проторговочка и потом сюда вниз тогда тогда вероятно что после какого-то боковика вот здесь мы уже пробьем от туры вот и вот здесь вот мы в этой зоне какое-то время мы здесь посидим почему я не разделяю александр твоего мнения на тему того что мы можем уйти куда-то в космос вот я не разделял этого мнения самого начала но не твоего конкретно да то есть а в целом а многие об этом говорили кто-то там с пеной у рта доказывал не будем называть его имя до 200 рублей вот почему потому что все очень просто наша экономика я сам экономист да то есть работаю в банковской системе уже почти 20 лет могу так сказать наша экономика просто не вывезет он для нас оптимальный курс который мы сможем пережить но это наверное от 100 до 110 рублей к вот если вот он закрепится да мы подожмем пояса мы грубо говоря чуть-чуть обнищаем я имею ввиду не государство страну целом но если мы пойдем выше да то есть то инфляция она просто разгонится настолько что но экономика она не выдержит будет просто проще будет объявить дефолт вот и соответственно заново пытаться выстраивать экономическую систему мы не турция у которой там сумасшедшая инфляция мы этого просто не переживем вот поэтому я уверен что государство сделает все возможное и невозможно чтобы удержать доллар на приемлемо уровне и не дать разогнаться соответственно пляться сейчас да то есть центральный банк по большому счету как бы не смешно это казалось то есть раньше при поднятии ставки центральным банком курс доллара реагировал оперативно сейчас этого не происходит ввиду того что нету иностранных денег но не резов но поэтому эффект он отложен да то есть о чем набиулина нам не раз говорила поэтому сейчас я уверен что в ближайшее время там может быть январь-февраль да то есть инфляция начнет тормозить мы сейчас очень важно понять наверное нашим подписчикам в первую очередь что такое торможение там или снижение инфляции это не значит что у вас цены в магазинах пойдут вниз это значит что они перестанут расти дикими темпами то есть то что продукты там условно или там электроника будет расти все равно это неизбежный факт вопрос в том как она будет расти на 2-3 процента условно в квартал или на 20-30 процентов вот вся разница вот соответственно поэтому я уверен что сейчас где-то январь-февраль как раз учитывая отложенный вот этот эффект начнет замедляться потихоньку инфляция как следствие центральный банк потихоньку начнет снижать ставку об этом кстати говорили многие аналитики и в частности тот же грех да то есть и втб и альфа банка они ожидают что в двадцать четвертом году ближе к осени да то есть ставку начнут снижать вот ну реально если говорить при текущей уже при текущей ставке рынку тяжело я сейчас говорю не фондовый рынок а рынок именно целом да то есть это производство это экспортеры вернее импортеры прошу прощения да то есть у них сейчас ну реально такая ситуация что им тяжело обслуживать свои кредиты им дорого брать новые кредиты потому что они беря эти кредиты по сумасшедшим ставкам завозят сюда и так не дешевый товар и соответственно его просто не покупают ну либо покупают в значительно меньших объемах вот то есть либо тут варианта 2 либо превратиться как было в 90-х там китайскую помойку да когда сюда тащили все по условно одному доллару и как вот свое время алиэкспресс там у нас открылся да то есть и торговал все всяким шлаком либо если мы хотим сохранить качественную базу да то есть это пытаться удержать собственную валюту что можно сделать для этого да по большому счету либо ну два фактора да то есть это закончите своего либо сесть за стол переговоров этого будет достаточно чтобы рынок начал остывать вот у меня прогноз следующий да вот ну то есть если это то есть лайк ну скажем так худший прогноз это то что мы уйдем на 98 и оттуда свалимся вниз более такой предсказуемый наверное я бы расценил вот это вот вот это вот зона 92 с половиной где мы можем какое-то время опять же поболтаться в боковике и дальше спуститься вниз вот ниже уровня 80 я честно доллар не вижу без ну в текущей ситуации да то есть если svo закончится вопросов нет я уверен что доллар можно ждать даже там на 70 на 60 и так далее но если мы говорим о каком-то горизонте там условно полгода год и с нами будет и своего то соответственно продолжаться да то есть то ниже 80 честно но опять же это плохо для экономики то есть либо долго либо нефть тогда должна я не знаю там улететь хотя бы на сто двадцать пять сто тридцать чтобы мы смогли переварить такой курс доллара то есть есть две медали да то есть нам не выгодно чтобы он был дорогой но нам не при этом и не выгодно чтобы он был дешевый поэтому вот такой консенсус 80-85 86 это вот оптимально мне кажется для бюджета при даже текущих котировках нефти вполне в принципе разумный курс доллара вот наверное ну у меня все вот соответственно давайте послушаем теперь марата вот пойдем просто таком же порядке да ну смотри да я думаю что будет глобальный дефолт какой-то и никакого дефолта но и не идет ну как мы понимаем цена доллара зависит от нефтяных доходов на какой-то момент вот как мы видим доллар в таком с октября в неходящем тренде я думаю что локальная коррекция он поднимется порядка там 90 двух там пяти за рублей за доллар соответственно в общем целом целевой уровень который мы видим это 75 рублей за доллар но это порядка в диапазоне полугода возможно такая на мы можем увидеть ну и мы понимаем что монет доллара заканчивается китай все более и более становится сильной валюты страной с ее валюты и становится первой мировой экономикой и там к 30-му году вполне там обгонит долго плюс цифровые активы появляются ну то есть тоже карьерта которые позволяют провести провести дегалоризацию всего мира вот и он не такой сильный чтобы а мы не смогли с ним владать и контролировать я думаю что предпринимает все усилия в данном управлении плюс также геополитика сейчас она как будто в нейтральный фон и ну вот как я уже сказал движения будут и сильно большие порядка из-за пяти может быть рублей и в целом при спаде напряженности мы можем увидеть более сильный уровень но я понял тебя да то есть так ну да алекс у тебя есть мнение по данному вопросу по доллару как ты видишь вот на свой график давайте попробуем наверное сразу стоит отметить что каких-то и вот этих сценариев я для себя не вижу наверное не рассматриваю если есть в голове но значит что касается там текущих отметок 90 90 половиной то что начали подрастать я наверное ставлю чуть-чуть повышение 92 с половиной а где-то 94 вот поэтому собственно открывал на прошлой неделе длинную позицию но я ее открывал до на фьючерсе до конца вот значит скорее всего отыграет конечно раньше вот будет локальное движение но в целом я наверное не вижу особо больших предпосылок к тому чтобы сейчас бакс улетел там не знаю на 75 50 и так далее так далее объясню почему значит импорт никто не отменял проблем с внутренним производством тоже никто не отменял поэтому очень много продукции очень много аналогов которые закупаются за рубежом это все никто не отменял есть четкое понимание корреляции с нефтью кустовка до начала этого многие корреляции и они сначала поломались потом восстановились потом опять поломались объем dog и остановились и вот сейчас худо бедно как все эти корреляции вроде как работаю это вроде иногда понятно когда она перестает вот тебя продолжает работать как гребей Wheel как историю с нефтибочкой и баксом кайфер такую вещь как фондовые рынки западных площадок, мировых площадок и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в первую очередь нефтебочка, значит, история с ОПЕКом, конечно, наверное, расстроила больше, и рынок нефти отреагировал из-за того, что отреагировал снижением, потому что видимо не убедили не сами снижения, а сроки договоренности этих снижений. В связи с чем мы увидели торможение по МАКСу, по МАКСу. Я не знаю, я не слушаю, я просто смотрю. Вов, выключи, пожалуйста, микрофон. Да, выключите все, пожалуйста, микрофон сейчас. Ничего себе. 133. Вов. Процессия. Коллеги, просьба, будьте немножко более уважительны к тем, кто с вами в трансляции. Не буду особо нудить. Два сценария у меня в голове есть. Это в том числе санкции на МАКС. Но здесь я бы, наверное, ставил на цифры 55-75, но эта история, скорее, такая, она будет хаотичная, она будет приходить на панике, все будут хотеть избавиться. Но надо понимать, что в случае санкций на МАКС, это значит, что страны и блоки, которые будут вводить санкции, четко понимают, что в таком случае идет полный разрыв экономической связи, потому что производить какие-либо платежи в ту или иную сторону будет невозможно от слова совсем. Поэтому этот сценарий я бы рассматривал как кризисный, вот, а касательно там валюты, бакса, в данном случае, там по 120, по 150, есть у меня как бы такой сценарий, вот, бакса по 150, это наверное разговор уже о том, что в России произойдет кризис долга, то есть это вот тот самый дефолт, о котором там коллеги упоминали, вот, это тоже кризисный вариант, значит, связан он будет, скорее всего, с тем, что обязательства мы больше выпускать на внешней юрисдикции не можем, значит, за рубежом мы деньги брать не можем, мы берем внутри, а когда берешь деньги внутри, раздувается минешная масса, с учетом того, что каждый год растут расходы и так далее, и так далее, и так далее, с учетом всех вот этих балансов и дисбалансов мы придем к тому, что вероятнее всего будет либо пограничная ситуация, либо будет объявлен дефолт. На это я не ставлю, потому что все, собственно, трезвомыслящие, все прекрасно понимают, чем это грозит и что это значит, в принципе, для страны. Я сейчас не говорю про какой-то инвесклимат там и так далее. А так, 94, плюс-минус, потом боковик, максимальные цели, которые я вижу, это 80, плюс-минус, желтый блок первый. Вот. И примерно болтанка 83, 85, 87, 90, это болтанка до окончания выборов. каких-то стратегий и так далее, и так далее не выстраиваю, потихоньку покупаю валютой и лесенкой. Будет, будет. Значит, времен, когда бакс просто падал и не возвращался обратно, я свои паристи не помню, да и график, в принципе, это тоже подтверждает. Поэтому, в принципе, наверное, ничего нового я вам не сказал, так поделился только своими мыслями. Да, спасибо. Георгий. Да, ну, я, честно говоря, не очень верю в то, что бакс у нас будет там ниже сильно 90, потому что мы видим, что сейчас обязали всех экспортеров, ну, не всех, большинство, да, там список точно не раскрывается, продавать свою валютную выручку, тем не менее, сильно ниже 90 его не получается продавить, потому что пока наш ЦБ и Минфин не начнут бороться с оттоком капитала, я думаю, курс у нас будет сохраняться на высоких уровнях, ну, это первый момент, но второй момент, что он выгоден и для бюджета такой. Если вы помните, у нас был подписан Путиным бюджет на 2024 год, где у нас прогнозируется там рост расходов с 28, там, по-моему, до 35 триллионов рублей, то есть за счет чего вот эта разница в 7 триллионов будет браться, учитывая, что у нас уже бюджет дефицитный, соответственно, это надо будет либо налоги повышать, что, наверное, не так просто, либо занимать деньги через ОФЗ, но под текущую ставку занимать достаточно сложно, либо пытаться просто увеличивать экспортные доходы, и для этого придется как раз таки отруливать все это дело курсом, потому что, к сожалению, объемы добычи нефти у нас снижаются, мы входим, присоединились к картелю ОПЕК, поэтому сейчас картель ОПЕК снижает добычу, мы снижаем добычу, и тут на какой-то рост в ближайшей перспективе надеяться не стоит, поэтому остается только надеяться на то, что курс будет высокий, и на 2024 год у нас в бюджете заложен курс средний 80-85, при нефти, напомню, по-моему, где-то там 75 долларов, соответственно, если цена на нефть будет сильно ниже, то это будет просто отруливаться как раз таки изменением курса доллара, то есть как увеличить курс, тут особых проблем нет, достаточно просто экспортеров сказать, чтобы они не продавали свою выручку, снять, так скажем, навес предложения, и все, и цена у нас снова полетит вверх, поэтому я думаю, что после выборов у нас будет где-нибудь, вернемся к отметке в 100, возможно, какое-то продолжительное время, пару месяцев, может быть, квартал его поддержит на этом уровне, чтобы люди привыкли, чтобы уже трехзначный курс стал для них нормой, ну а потом, может быть, 110-120, все уже будет зависеть чисто от рыночной ситуации. Ну и пару слов про нефть, почему она может упасть, давайте, может быть, демонстрашку включу, нас долгое время поддерживала Саудовская Аравия, сокращая предложение, но мы видим, что им это сокращение, вы видите, да, экран ВВП? Да, да, видим. Вот, у них, как бы они, с одной стороны, поддерживают нас, да, но с другой стороны, на них это негативно отражается, то есть у них у самих ВВП падает, потому что они сильно заточены под цены на нефть, у них не такие эффективные скважины, точнее, не везде, да, эффективные скважины, вот, поэтому при снижении ценах у них будут, будет падать доходы населения, и тут уже, знаешь, тут такая, получается, весы, что для них важнее, и я думаю, что со следующего года они как минимум ограничат снижение, да, и скорее всего перейдут к росту, это, собственно, уже спекулянты видят, поэтому многие закладывают эту цену, а цена на нефть у нас формируется не только за счет, да, спроса, предложения тех нефтетрейдеров, которые реально покупают эту нефть, а также там есть существенная спекулятивная составляющая, я думаю, на этом фоне спекулянты могут нефть проливать достаточно сильно в определенные периоды, и здесь курс наш тоже будет достаточно волатильным, но именно вверх скорее, а не вниз, но пока такое view. Ну, то есть ты закладываешь о том, что долларом, ну, то есть ты же понимаешь соответственно всю ситуацию, что если, вот как я уже говорил, то есть доллар поднять, да, то есть у тебя начнется разгон инфляции в стране, разгон инфляции в стране это увеличение, ну, то есть это либо не снижение ставки, да, то есть оставляем ее на текущем уровне, либо ее продолжение наращивания, и так, и так, это плохо влияет на собственно, ну, как я уже сказал, то есть на внутренний рынок, в первую очередь на производителей, которые торгуют внутри, это влияет на нас с вами, да, то есть обычных людей, которые ходят по магазинам и покупают продукцию, да, то есть тогда у тебя разгон инфляции, он, то есть они с одной стороны себе набьют карманы, да, то есть чтобы закрыть дырку, а с другой стороны они у тебя снизят покупательскую способность внутри страны, что приведет просто к эффекту, когда у тебя глобальный ты бюджет здесь закрыл, но тебе нужно тогда будет поднимать зарплаты, да, то есть людям, потому что иначе они просто не в состоянии будут пойти условно купить элементарные себе вещи, поднять зарплаты, да, то есть это что, это опять включать станок, да, то есть соответственно либо брать где-то дополнительно еще доходы, то есть это вот бесконечная вот эта вот гонка может закончиться тем, что у тебя просто в один прекрасный момент, ну мы придем к дефолту, и я не думаю, что они там в правительстве условно ну идиоты, если так можно сказать, да, то есть если у них стоит задача выжить здесь и сейчас, возможно, да, если они реально прогнозируют какой-то период времени, да, то есть то тогда они должны понимать, чем это все чревато, плюс еще не забывайте, что самый эффективный способ, когда начнется вот ситуация, как я уже сказал, то есть, ну, когда они будут понимать, что нефть там условно рухнула, я не знаю, там доллар надо поднимать, чтобы хоть как-то покрыть бюджет, тут, ну, единственный вариант это либо а, усилить давление в СВО, да, то есть сделать так, чтобы, я не знаю, там, ну увеличить интенсивность, я не знаю, там начать какие-то более жесткие меры применять, да, то есть то, чего по большому счету сейчас не происходит, то есть это такая, знаете, локальная какая-то идет это, то есть мы не применяем, ну реально, наверное, половину потенциала, который можно применить, и, соответственно, либо какими-то путями пытаться садиться за стол переговора, вот, чтобы закончить СВО, и тогда у тебя огромный кластер бюджета, да, он просто-напросто у тебя освободится, вот, ну не знаю, может быть, вот Алекс тянет руку, может у тебя есть какое-то... Ну слушай, давай я тебе сейчас отвечу, во-первых, у нас девалюация не перекладывается на 100% в инфляцию, то есть у нас изменение курса доллара на 10% влияет всего лишь на 1-2% на инфляцию, не более того, поэтому это, конечно, затронет определенные товары, да, которые у нас являются импортными, но у нас же это, как ты знаешь, наверное, да, многие базовые вещи, да, которые входят в ту же самую корзину Росстата, там цены сдерживаются искусственно, да, где-то там на производителей оказывают давление, что вот на такие-то такие-то товары цены не поднимаем, и мы это, собственно, видели и в 2020, и в 2022 году, поэтому здесь на конечного потребителя, ну вот кто живет внутри России, да, покупает товары именно там, ну имеется в виду с точки зрения продовольствия, на них это не сильно отразится, кто ездит по заграницам, покупает, там часто бытовую технику, телефоны меняет, да, ну это, как ты понимаешь, это уже средний класс, даже выше, наверное, среднего класса, у кого доходы позволяют, и там рост цен на 10%, на них особо сильно не повлиять, но при этом на доходы бюджета это изменение на 10% повлиять достаточно сильно, и с точки зрения расходов бюджета мы видим, что основной прирост у нас идет как раз на оборонку, которую сокращать в принципе нельзя, я думаю, что в ближайшие пару лет, ну то, что там до 2026 года как минимум, там какого-то особого снижения ждать не стоит, а тут у нашего правительства нет особо вариантов и альтернатив, откуда брать дополнительные деньги, кроме как вот с увеличением рублевых доходов от экспортеров. Ну, я еще раз, да, то есть, такой у нас между собой собойчик, но смотри, ты, как бы, может быть, верно говоришь с одной стороны, но с другой стороны, вот допустим, ты говоришь, корзина продуктовая, там, ну, основной, да, это продуктовая корзина, и ты говоришь, там, производителям сказали, производители заморозили, только есть два нюанса, первый нюанс, ты в магазин, вот, ходил, ты же в Москве живешь, да, то есть, вот, зайди, посмотри, сколько стоит обычный хлеб, да, то есть, если говорить, ну, откровенно, то есть, его цена сейчас, ну, очень кусается, молоко, я не видел дешевого молока, в принципе, творог, да, то есть, я тоже не видел, я молчу про мясо, колбасу и все остальное, это первый момент, да, буквально секунду, да, закончу, и второй момент, перекрыть, ну, то есть, сказать производителю, да, хорошо, производитель сдержит цену, но сдержит ли ее ритейлер, ритейлеру по херу, ну, вот, откровенно, я, понимаешь, я вот так работаю в банковской системе, да, то есть, я вижу, по каким ценам, я просто работаю со многими крупными производителями, которых вы покупаете, кушаете и так далее, и тому подобное, я могу тебе так сказать, я вижу цены, по которым они отпускают в магазин, вот, условно, для меня было шоком, что x5, в принципе, вся сеть, они там такую накрутку делают, ну, там просто, там не x даже, там минимум 2 x, накрутка от стоимости производителя, так они еще помимо этого на производителя накладывают всякие бонусы, херачат ему левые штрафы, ну, просто, чтобы он платил, и заставляют участвовать за свой счет в маркетинговых акциях, то есть, понимаешь, у нас таким образом просто производитель скажет, да ну его нафиг, я закроюсь, мне это выгоднее будет, поэтому тут тоже палка такая, знаешь, о двух концах, да, алекс, давай, ты, ты, я хотел бы, наверное, поддержать твою мысль, Вов, потому что, вот, Георгий говорит, что, типа там, рост курса, согласно там официальным данным, не официальным данным, в принципе, не особо важно, при росте курса на 10% отражается внимание, процент инфляции, это, конечно, все здорово, но, то, о чем говорит, в том числе, Вова, проблема заключается в другом, что, вот, тот же самый, кефир, тоже самое молоко, всякие сметаны, йогурты там и так далее, и так далее, вот, смешного, если говорить, то, не знаю, как сейчас, на 22-й год закваски были импортные, большая часть закваски была импортная, а это что означает? Это означает, что у нас перекладывается тот самый рост, не стоимости товара, а рост стоимости исходного сырья, также, правильно, Вова отметил, что нужно забывать про всякую вот эту историю, чтобы лишь бы клиент купил, это реселлеры, это маркетинги и так далее, и так далее, и так далее, а с учетом роста зарплат, даже те компании, которым было сказано не поднимать цены, даже на хлеб, там, гречку, там, и так далее, и так далее, ну, здорово, круто, но никто не отменял экспорт, зачем компании продавать по 10 рублей внутри страны, если он может купить, продать по экспорту с 50? Что мы увидели, вот сейчас в магазинах, не знаю, я живу в Москве, у меня рядом там три магазина крупных, это Пятерка, Магнит, и что-то какой-то, нефиг, спрашивает, господи, забыл, третий название, вот, так вот, за последние, наверное, три месяца, я вижу, что у меня Пятерки, мясная продукция, она тупо схуднеет, ну вот, до смешного, просто потому, что у нас, что произошло, у нас экспорт начинает превалировать над внутренним спросом, и что в итоге получается, что люди как бы, как ели курицу, там индейку, говядину, свинину, так они и едят, только проблема в том, что падает предложение, а за счет падения предложения спроса не меняется, в связи с чем, что происходит правильно, повышение цены, поэтому говорить о том, что таким образом можно будет сдерживать как-то какие-то там инфекционные истории, и мотивировать это тем, что, скажем так, у каждого человека, у каждого потребителя своя инфляция, исходя из того, какие у него запросы, и так далее, и так далее, не совсем корректно. Есть вот эта базовая корзина Росстат, это, конечно, прекрасно, но проблема в том, что она огромное количество услуг и товаров просто не учитывает, просто потому, что не забывайте о том, что можно провести ту же самую девальвацию, не называя его девальвацией, мы просто переставим. Уровень инфляции в один момент, с 4-7% на 17, пройдет календарный год, и у нас опять показатели вернутся к таргетированному, как это было в начале 23-го. У нас была инфляция, что-то там 11-13, и в марте месяце у нас инфляция уже бах, 3,5. Прекрасно, по-моему, очень. Почему-то вот этот момент об этом не любят говорить, в том числе и Центробанк не любят об этом говорить. Поэтому говорить о том, что инфляции не будет, даже с учетом того, что там, типа, курс подрастет, она еще как будет, просто у нас есть вербальные и невербальные интервенции, когда нам говорят, что люди не думают о курсе доллара, типа, зачем? Они же там ездят по заграницам и так далее. Они не думают, и очень плохо, что не думают. Поэтому у нас валютные сбережения падают, и люди убегают из доллара, хотя потом, как раз, понимают, что у них было 100 рублей, только покупательская способность упала на 50%. Об этом тоже люди забывают. Поэтому просто так говорить о том, что мы, допустим, не связаны с какой-то конъюнктурой, что там нефтянка может и не сильно на нас отражаться, еще как будет отражаться. И истории, когда идут вот эти снижения, здесь я согласен полностью с Георгием, что сокращения нефти, так или иначе, они прекратятся. Скорее всего, это и было связано с тем, что почему рынок нефти и спекулятивная ее составляющая довольно, наверное, громко, я бы сказал, отреагировала. За два или за три часа было снижение порядка 4 или 5%. Потому что сроки тех самых сокращений не были озвучены. Было сказано про первый квартал, там новый участник Бразилии присоединяется. И это вот как раз-таки может вызвать тот самый инфляционный сценарий, когда мы будем настолько сильно привязаны к нефти и ни о каких-то 50% поступлений в бюджет не будет, даже 30% хватит, чтобы влиять на курс и увидеть его в следующем году 100-120, а может быть и 135 в моменте. Поэтому вторая попытка достижения цели, которую мы видели в 2022 году, сколько там у нас было, 121-52, я думаю, что вполне вероятно, что мы можем увидеть эти значения. С счетом того, что как денежная масса планируется раздуваться, 30-40% увеличения бюджета, и я думаю, что это только в следующем году. А к следующему году, в 2025 году, скорее всего, будет примерно то же самое. Может быть, не такой показатель, а может быть и такой. Потому что тот же самый, если мне память не изменяет, Шайгу сказал, что разговора о том, что СВО закончится, раньше 2025 года идти не может. то есть если как бы нам, скажем так, я здесь ориентируюсь действительно на вербальные, невербальные интервенции официальных лиц, то я думаю, что прекрасно понимают и прекрасно ориентируются в том, когда примерно вся эта история закончится. Не знаю, как она будет развиваться, что будет подключено, какие механизмы, когда засядут за стол перед головой. Может быть, завтра конец договорятся и все изменится. Может. Но я думаю, что люди все-таки сходят здесь более трезвые оценки и думают, что и оценивают это минимально в 2025 году. Я думаю, что это был такой благоразумный сценарий, а скорее всего это 2026-2027 год. Не знаю, насколько все это интересно, кто интересант и так далее. В теории заговоров не играю. Но надо еще понимать, что поставив на рельсы, я думаю, что они потихоньку, если уже не встали, то скоро встанут. Военно-промышленный комплекс дает значимую часть в тот же самый ВВП, в тот же самый трудоустройство и так далее. И когда у нас внезапно прекратится работа военно-промышленного комплекса, надо понимать, что мы столкнемся с тем, что произойдет резкий рост безработицы. А это тоже так или иначе, скажем так, не очень положительно скажется на том, что произойдет и с валютой, и с инфляционными ожиданиями. Я уже даже говорить про ставку не буду. Так, ну хорошо. Это у нас такой долгосрочный спич. Давайте тогда по нефти или есть у кого-то что-то добавить? Ну или давайте на нефти и по нефти там как раз может быть это что-то будет. Александр, тогда ты давай начнем. Твои ожидания от нефти на ближайшее время, ну и вообще как она у нас будет. По нефти. Опять же, я не беру в учет никаких фундаментальных факторов, потому что для меня они не играют особой роли, потому что у нас может завтра закончиться сокращение добычи опекам, и завтра может начаться острая фаза войны на Ближнем Востоке. То есть этот фактор предугадать по моему мнению невозможно. Поэтому я ориентируюсь на технику как и обычно. Так, значит у меня основной мой сценарий это нефть по 150 плюс. Но так надо замьютить кого-то здесь. То есть есть в двух вариантах она. Значит это здесь первая, вторая, ну и третья здесь волна. Либо там АВЦ не так важно. То есть туда мы придем, но двумя путями. Первый путь это мы с где-то около текущих скорее всего вот с этого уровня 75 мы развернемся все-таки и продолжим свой рост. Это будет 1-2 и это опять 1-2 3-4-5 это закончится третья волна потом будет четвертая и пятая. То есть вот мы к целевым уровням придем выше 150. Это первый сценарий. Так второй же мой сценарий который я рисовал еще с прошлого года еще где-то вот от этих значений где-то вот отсюда я рисовал что мы будем двигаться в рамках волны 2 к уровню вот этого спринга на 50 ну наверное все-таки так далеко мы не уйдем хотя не исключено то есть цели две это уровень где-то вот здесь порядка от 50 до 60 где-то вот здесь вот то есть мы пойдем вот таким образом и дальше наверх опять в эту же самую третью волну либо цепь то есть я опираюсь опять же как я говорю чисто на технический анализ на свою торговую систему не обращаю внимания на какие-то фундаментальные факторы потому что к сожалению они могут поменяться очень резко и быстро и завтра мы можем увидеть открытие нефти как плюс 10 так и минус 10 и нефть это достаточно волатильный актив и не всегда котировки нефти которые мы видим здесь на бирже они в принципе связаны с реальными ценами по которым продается мировая нефть я думаю все об этом прекрасно знают так примерно вот такое у меня видение да спасибо александр ну у меня по нефти я вот тоже ожидаю где-то разворота от но если не от текущих значений то где-то там уровень наверное ну сейчас я посмотрю так ну вот я если честно то есть я жду где-то вот нефтянку на уровне наверное ну вот 100 105 плюс да то есть я не ожидаю ее там на каких-то баснословных значениях вот пока для меня 105 110 вот этот горизонт он открыт соответственно в целом наверное я с тобой соглашусь да то есть что нефтянка сейчас должна по идее начать расти почему потому что мы видим что в целом несмотря на сокращение ну то есть как аргументирует сокращение текущее вот то что я читал то что есть сезонный спрос да то есть в первом квартале спрос слегка падает вот и соответственно заранее надо к этому подготовиться и начать сокращать еще немаловажный фактор наверное отмечу это то что кто бы что не говорил но Китай да то есть он потихоньку встает на рельсы да у него там есть пробуксовки но он активно скупает и нефть и газ и соответственно в том числе не только для внутреннего использования да то есть он это потом перепродает на мировых рынках вот опять же геополитика да то есть на Ближнем Востоке вот сейчас мы видим что арабы пришли к Ирану да то есть мол типа давай как-то договариваться вот соответственно я не вижу конечно какой-то конкретный там сейчас то есть я ожидал что будет какая-то потасовка да то есть в связи с Израилем но после всех вот этих недель да то есть я понял что скорее всего там вопрос замнут и как бы то есть вот тряхнули как говорится и на этом успокоятся вот какого-то глобального продолжения в ближайшее время я там не вижу ну я имею в виду с привлечением каких-то крупных масштабных сил поэтому наверное в целом сейчас говорить о том что ну вот как ты говоришь Александр что может произойти что-то на Ближнем Востоке ну я пока вот там не вижу каких-то таких серьезных перспектив я больше склоняюсь к тому что в двадцать четвертом году да то есть мировая экономика потихоньку ну в частности Китай да то есть он начнет вот то что говорил как раз Марат по-моему если не ошибаюсь да то есть что ну то есть ожидается такой рост в целом да то есть и соответственно вполне допускаю что ну за счет этого нефть будет дальше продолжать расти низкая нефть неинтересна ни арабам ни нам ни в целом даже американцам да то есть дешевая совсем нефть но и дорогая нефть не выгодна американцам в первую очередь поэтому они будут стараться максимально ставить палки в колеса вот но в любом случае ОПЕК сейчас действительно доминирует на рынке вот и что мне нравится что Россия и Саудиты да то есть они в таком вот ну у них есть как говорится терки между собой но все равно мы видим что они договариваются и пытаются соответственно этот вопрос как-то не велик я больше даже уверен что при необходимости при необходимости они в следующем году еще сократят если будет такая ситуация вот поэтому здесь я конечно не жду какого-то резкого всплеска по нефти но постепенный рост его вполне допускаю вот ну 110 вот я говорю максимум пока говорить о 150 но честно предпосылок я вот просто ну к сожалению не вижу для этого то есть предпосылок предпосылок для 150 должно быть я не знаю там ну какое-то ускорение гиперускорение мировой экономики или там война между арабскими странами там когда я не знаю там должен быть вспыхнуть просто я не знаю какой-то нереальный конфликт который похоронит условно арабскую нефть на какое-то время и соответственно все побегут покупать ее у нас там еще у кого-то ну то есть у американцев в том числе ну не знаю может быть у Марата есть какое-то иное мнение по нефти да ну слушай в целом больших таких скачков я не не вижу ну и вообще в целом нефть это не тот не тот инструмент которым мы обычно торгуем и рассматриваем вот если порассуждать на эту тему то вот текущее по сокращению добычи странами ОПЕК ну приведет к локальному повышению цены ну в целом ОПЕК ну может творить с ценой все что им нужно то есть они держат ее в том коридоре в котором им комфортно и ну и нам и России как с точки зрения бюджета цена больше 70 долларов вполне комфортно поэтому пусть пусть там и будет ну пусть двигается в боковике ну и плюс также хорошо что там сейчас открывается внешний рынок для нефтиных компаний и мы сможем продавать нефть дороже да даже вот с учетом локального локального подъема но к сожалению я думаю что цены на бензин наши однозначно будут расти так же потому что уходя на внешние поставки интересные компании все ну больше ресурсов направляют вовне и соответственно создаются некий дефицит внутренний что приводит к незначительному росту цены внутренней вот относительно вот текущего восточно-израильского конфликта тут сложно что-то сказать причем что это отчасти играет нам на руку так как это отвлекает внимание от в общем геополитической обстановки вокруг России но я думаю что глобально это потом может тоже сыграть против против нас так же вот ну как-то так я понял тебя так Алекс Георгий ну вы про нефт там уже говорили может быть у вас есть какие-то дополнения Алекс у тебя есть какие-то дополнения два слова могу сказать ожидания вот на чем они будут наверное не подскажу про арабский мир и военные действия там и так далее даже говорить не буду потому что я не специалист и мне в принципе как бы никогда этот вопрос не интересовал но есть пару задумок сейчас вижу пока клин и нижняя граница которого хотел бы чтобы отыграл это примерно 76 по бренду мировой котировки вот если нет то 772 дальше надо будет уже смотреть что касается в принципе там высоких ставок рецессий и так далее и так далее то в принципе такой сценарий рассматриваю это вот 56 65 цели вот если не будет каких-то историй еще с какими-то новыми вирусами и так далее и так далее в Китае развивается какая-то история пневмония детская и так далее вот но я бы наверное коротко бы сказал что наверное не стоит особо ставить на какой-то расцвет китайской экономики потому что у них там немножко модели экономические в принципе отличаются от наших и они по срокам сильно растянуты во времени нежели допустим если говорить про Запад про Россию про Европу поэтому я думаю что триггер который мы получили после ОПЕК он все-таки должен отыграть и либо это вот 76 либо это 72 после этого три цели которые для себя ставлю дальше не смотрю это 88 95 100 дальше уже по ситуации поэтому заглядывать вперед либо прогнозировать войны конфликты кризисы я бы не стал вот и на текущий момент это в том числе укладывается в историю с низким баксом про российский рынок чем выше котировки нефти тем ниже курс доллара и наоборот та самая корреляция которая в последние года полтора немного ломается вот но в целом она не выдерживается поэтому 76 дальше уже по ситуации а при глобальном цели которые впереди на ближайшие месяцы это 88 95 100 георгий все ты дополнишь да ну тоже кратенько как бы с точки зрения какой-то краткосрочной перспективы я думаю цены могут быть под давлением да потому что многие ожидают рецессию в развитых странах где у нас основная часть потребления ее вот если говорить про среднесрок да там где-то 3-5 лет то мы помним что с 2020 года у нас это этот сектор был сильно недоинвестирован в мире поэтому мы увидим определенную просадку по добыче особенно это касается как они не шельфовые месторождения эти в 15 году которые начали развиваться труднодоступные ну да то есть там у них получается в начальный момент времени дебет большой да там первый год а потом он падает практически в несколько раз вот тут вот мы можем столкнуться как раз таки с определенным дефицитом ее на рынке и цены могут быть трехзначные да там 100 плюс долларов но это года через 2 через 3 посмотрим как там будет вообще в мире обстановка да 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 георгий так ну давайте тогда я подведу итог то есть у нас дальше было по теме там прогноз на ближайшие там полгода но из того всего что мы наговорили да то есть и я наверное такой общий тезис сделаю то есть что мы ждем мы ждем небольшую еще коррекцию возможно по российскому рынку да то есть это примерно там в среднем я беру сейчас по всем спикерам да это 300 вот дальше соответственно отскок и продолжение роста в среднем куда-то там 3500 3800 вот соответственно если мы берем доллар то большинство коллег считает что я ошибаюсь вы меня поправьте он соответственно будет постепенно падать да то есть и где-то вот ориентир примерно 80 85 наверное вот так вот по нефти соответственно здесь наоборот да то есть мы все ну не все но ожидаем какого-то такого роста за 100 плюс там уже соответственно у всех расходятся мнения да то есть кто-то ждет там 150 кто-то 110 там ну грубо говоря главное что за 100 плюс что в целом для нас хорошо ну и опять же это напрямую будет влиять на доллар вот собственно наверное на этом все теперь хотелось бы поговорить по каким-то топовым российским бумагам да то есть ваши какие-то возможно прогнозы во что лучше сейчас вкладываться да то есть буквально там одну две идеи какой-нибудь да то есть интересные возможно вот ну в целом да то есть вот по бумагам давайте пообщаемся давай тогда Александр с тебя начнем да парочку идей я подкину сейчас и я думаю как раз мы с вами уложимся в два часа примерно чтобы это было не сильно мучительно смотреть тем кто будет это делать в записи так мне нравится идея с Роснефтью значит у нас цена движется в рамках а я ничего не включил так так видно мой экран да да видно значит у нас цена движется глобально какую-то импульсную модель здесь отрисовать никак не получается здесь у меня модель коррекционная то есть Роскоррекционной модели таких бумаг на российском рынке достаточно немного это Газпром Роснефть МТС ну и возможно еще какой-нибудь Росгидро или Интерау в общем в этой модели у меня цена движется в рамках вот этого расходящегося треугольника огромного и целью является вот этот уровень где-то примерно 800-850 значит с текущих точки входа я не вижу потому что у нас насколько я помню в январе отсечка такая достаточно приличная по-моему рублей 35 но из текущих значений каких-то продаж мы абсолютно не наблюдаем то есть что я бы ожидал скорее всего 3 закончилось уже тут мы продолжим пилиться в этом же боковике после этого у нас будут дивиденды это будет выглядеть вот таким снижением примерно вот к этим значениям я думаю это будет что-то вроде в районе 540 550 и вот от этих значений я бы искал точки входа в лонг с целями уже достаточно такими хорошими высокими в зависимости от того насколько это по времени растянется к вот этой направляющей верхней от треугольника то есть это будет что-то типа вот такого с целями ну где-то в район 800 то есть вот такую идейку я рассматриваю опять же она будет у нас работать после января то есть в начале января отсечка будет как раз вот эта четвертая волна этой отсечкой и закончится после этого я буду ждать какую-то уже внушительную большую коррекцию здесь и после этого продолжение роста но вот к этой бумаге я рекомендую присмотреться после отсечки какую-то более локальную историю сейчас мы посмотрим что-то более локальное ну наверное аэрофлот все-таки ввиду своей вот этой очень сильной перепроданности я бы сказал что здесь тоже идейка такая интересная уже наклевывается то есть у нас сформировалась уже здесь первая волна если мы конечно будем глобально смотреть там все печально но на локальную историю когда мы рассчитываем на рост буквально с 30 до 50 нам это не особо погод сделает что в этом случае я жду я жду продолжение небольшое снижение вот этому уровню 33 37 и где-то здесь я рекомендую искать ланги вот это снижение все у нас уже прошло таким зигзагом АБЦ и вот отсюда откуда-то уже можно искать лонг то есть первой целью это 42 и дальше уже здесь будет два варианта либо мы прошли пошли пилить двойной зигзаг в следующий диапазон покупок а это у нас будет ну наверное где-то вот здесь вот да в район 29 это совсем негативный сценарий ну либо мы здесь увидим какую-то слабую реакцию наоборот продавца и следующей целью будет уровень 50 что в принципе будет практически ростом на на наверное 70% сейчас посмотрим то есть где-то вот здесь вот мы войдем среднесрочно с первой целью на 42 с таким потенциалом достаточно неплохим 3 к 1 и здесь с более старшей целью мы можем войти с потенциалом примерно 6 половины к 1 вот такие две быстренькие идейки я вижу на рынке из текущего в принципе можно попробовать расторговать опять же нож ловить не надо нужно увидеть какую-то все-таки разворотную здесь локальную модель уже это более подробно нужно посмотреть по месту да спасибо александр так ну сейчас я подключусь сам так но мне нравится самолет вот я рассчитываю вот сейчас да то есть какие-то глобальные цели мы не берем но если так брать небольшой среднесрок да то есть то вот я ожидаю что цена вот здесь вот еще может поиграться дальше выход и вот сюда в эту зону первую я жду это где-то 4 700 вот то есть это по сути почти там 900 рублей роста соответственно дальше наверное можно будет ждать какую-то коррекцию но вот если отыгрывать то отыгрывать вот этот уровень да набирать позицию можно уже в принципе будет на следующей неделе да то есть вот где-то вот в этой зоне соответственно ну сколько-то у нас ну где-то вот уровень 3 800 это вот максимум да то есть вот ну может быть 3 750 да то есть и соответственно дальше ориентир по цели 4 700 это вот так кратенько и второй вот мне все-таки очень нравится озон как ни крути вот озон сейчас сформировал флаг да то есть он из него вышел отыграл свой локальный хай и сейчас мы наблюдаем коррекцию вот соответственно я ожидаю что будет примерно вот такое движение да то есть целью на 3 670 3 700 то есть вот если дальше проводить да то есть вот так вот то есть в целом мои ожидания такие ну то есть вот самый максимум да то есть это если вот мы где-то вот сюда еще спустимся это вот наверное где-то 2 630 может быть 2 620 и вот отсюда я ожидаю дальше роста так у кого-то из вас коллеги еще будут идеи так алекс у тебя есть какие-то пару интересных идей ну у меня только спекулятивный один марат у тебя да есть относительно пенькова идея но просто сейчас он довольно-таки в политикой коррекции то есть это тоже такого не просто юная идея с текущих уровней там до 300 300 примерно есть ну есть высокая вероятность того что он подскользует но и в целом если рассматривать его больше как в долгосрочном или среднесрочном формате то если вдруг он проведет как-то ревентиляцию или начнет выплачивать дивиденды ну что в принципе к этому мы видим тенденцию и большинство компаний к этому найдут остается только за деньков тем более образующий банк в России то с точки зрения инвестора это может и более долгосрочный выставить тем более мы помним что там хаипы него были под 8000 можно рассматривать с двух сторон либо на каждом сроке зависимости от целей индивидуально ну и как всегда не забывать стопы 1 к 3 ну вот текущий трейк это порядка так спасибо а Георгий у тебя какие-нибудь идеи да сейчас давай включу демонстражку ну тут наверное базово неплохо смотрится ГМК сейчас если он до 16000 хотя бы долетит потому что сейчас у них низ цикла цены на металлы на минимумах а при этом программа капексов на максимумах то есть в перспективе когда цены на металлы развернутся да там может в течение года может двух тут к сожалению угадать сложно вот ну как минимум у них там начнет снижаться снижаться капекс и соответственно это будет высвобождать свободный денежный поток на фоне чего они смогут вернуться к более высоким дивидендам поэтому в моменте по мультипликаторам идея вроде как стоит дороговато да но эти низкие мультипликаторы они как раз связаны с тем что у них сейчас не лучшее время да именно глобально в секторе при этом из плюсов ну вот я лично общался с их аяром да я спросил какая вообще сейчас ситуация с содержанием металлов в руде потому что во всем мире да и в золоте у нас идет нисходящий тренд то есть условно у вас если раньше в золоте там в 70-х годах в тонне руде содержалось 15 грамм да то сейчас это 2-3 например у ЮГК это вообще 1 грамм на тонну то есть это все приводит к росту себестоимости именно это поддерживает рост металла в долгосрочной перспективе так вот несмотря на то что Индонезия сейчас является одним из крупнейших конкурентов с точки зрения добычи никеля у них себестоимость будет продолжать расти потому что они все всю свою самую эффективную руду уже исчерпали да и у них содержание металлов начнет снижаться поэтому там где-то на горизонте 2-х может быть максимум 3-х лет мы увидим разворот в этих ценах то есть это будет просто из-за неэффективности то есть те компании которые не смогут уже поддерживать положительную маржинальность при текущих ценах они будут отваливаться предложение будет снижаться и соответственно за счет сохраняющегося спроса будет рост при этом они параллельно сейчас сами запускают некоторые исследования с точки зрения внедрения палладия сейчас основная часть палладия у нас используется в автомобильной отрасли в катализаторах которые преобразуют вот эти все выхлопы в углекислый газ и воду и сейчас они исследуют как использовать палладий в топливных ячейках это первое такое интересное направление на будущее второе в водородной энергетике где палладий тоже будет выступать в качестве катализатора то есть они будут замещать там долю платины на палладий и эффективность при этом повышается то есть ну опять же это не краткосрочная идея как я сразу вам сказал да это вот горизонт 3 плюс лет вот плюс можно также присмотреться уже прилично скорректировалось это WSMPO Avisma это у нас крупнейший производитель титана в мире единственное да компания сейчас относительно закрытая она не публикует о себе там подробную информацию поэтому здесь нужно быть осторожным и цена акции да не для маленьких портфелей там 30 тысяч рублей плюс но тем не менее потенциал у акции может быть неплохой поэтому я думаю начать ее набирать где-то близко к этим уровням ну и еще наверное стоит отметить так ну пока не прогрузилась давайте здесь вам покажу это просто банально замещающие облигации которые у нас привязаны к баксам да там к евро ну в зависимости от того на какой срок вы планируете покупать потому что если вы делаете ставку на то что рубль продолжит ослабляться да то есть будет девальвация определенная в следующем году то даже без взятия на себя дополнительных рисков акции вы можете использовать какие-то замещающие облигации выбрать оптимальный для вас период да там год два три пять вот из плюсов то что если вы покупаете замещающую облигацию с горизонтом три плюс лет то вы параллельно получаете льготу долгосрочного владения то есть вы не платите как с разницей цены покупки продажи а сейчас как видите у нас все облигации торгуются дешевле номинала и второй важный момент вы не платите никаких налогов с валютной переоценки то есть если вы сейчас покупаете условно при курсе 90 а будете продавать при курсе 120 то вот с этой разницей вы тоже никаких налогов через три года не заплатите вот и там есть длинные выпуски интересные газпромовские это вот газпром 34 газпром 37 у них сейчас текущая доходность видите более 7% по прежнему напомню текущая доходность это отношение купона к текущей рыночной цене вот что в целом не так плохо да зафиксировать такую доходность на следующий там 5-7 лет неизвестно что будет с рублем но как минимум в таких бумагах можно пересидеть всю вот эту геополитическую напряженность но отчасти можно присмотреться и к юаневым облигациям здесь тоже у меня пока еще не прогрузилось но тем не менее цены и доходности видны уже не так интересно да помните раньше давали нам такие бумаги 5-6% сейчас это где-то 4-5 и некоторые уже даже ниже 4 дают то есть мы видим что спрос определенный есть если замещайки покупают немногие компании крупные да то вот юаневые облигации берут в том числе разные крупные фонды банки и прочее поэтому спрос ну поэтому мы видим да такую разницу в доходностях на замещайках там доходность 6-7% хотя раньше была 8-9% а на юаневых практически в 2 раза ниже вот поэтому это такие идеи они достаточно консервативные но при этом могут дать доходность может быть даже повыше индекса все будет зависеть от того какая у нас динамика будет в следующем году по компаниям ну и наверное аккуратно бы рассматривал идеи которые заточены исключительно на внутренний рынок и те у которых высокая долговая нагрузка ну вот в частности например такие как Сегежа может быть кстати Аэрофлот хотя там может быть в краткосроке есть определенная идея но не надо забывать что все-таки у компании высокая долговая нагрузка там есть конечно определенные субсидии от государства но тем не менее стоимость обслуживания долгов будет расти компании привлекают вынуждены привлекать новое финансирование под старое то есть когда у них заканчивается один кредит они не просто его гасят они берут новый кредит чтобы погасить старый кредит получается что они вынуждены будут брать новые кредиты уже по более высоким ставкам чтобы погашать старые кредиты и стоимость обслуживания этих самых кредитов будет расти я вот кстати писал пост по Сегеже и там мы уже видим что компания работает больше на кредиторов а не на инвесторов потому что весь их денежный поток он идет исключительно на обслуживание кредитов. Ну вот, если кратко, то так. Так, Владимир. Да, да, да. Так, все, спасибо огромное. Я думаю, давайте предоставим нашим подписчикам возможность задать вопросы. Тяните руку, да, то есть, и, соответственно, будем давать вопрос. Задать. Есть желающие? Ну или там включите звук, задайте вопрос по очереди. Да, вот номер страны. Мы вас слушаем. Да, вот 829-1602, который вот поднял руку, да, задавайте вопрос, включите у себя звук, задавайте вопрос. Да, вот в чате он написал, как поведет себя ренессанс страхования, что ли. Ну, давайте я посмотрю. Там, насколько я помню, что-то какая-то история с дивидендами, да, по-моему, по ренессансу. Да, они заплатились, что 8-9%. Так, видно мой экран? Да. Так, а какой тикер? Рене. Рене на конце. Вот так, да? Ну, давайте посмотрим. Так. Ну, в принципе, картинка интересная. Что я вижу? Что это все коррекционная модель пока? Скорее всего, это все у нас движение в рамках 1, 2. Это 3, 4, 5. Так. Цель пятой волны, ну, где-то в районе, наверное, 130 хотя бы. Вопрос, закончилось ли 4. Тут больше настроение на рынке повлияет скорее, чем... Ввиду того, что такой не ликвид, настроение на рынке больше, скорее всего, повлияет на разворот котировок, нежели на какие-то другие факторы. Здесь я бы сказал, что где-то вот от этих значений, скорее всего, будет разворот. То есть, мы по FIBA уже скорректировались на 0,38, что вполне достаточно для четвертой волны. Снижение здесь прошло уже двойным зигзагом. Это W, X и это Y. Двойным зигзагом идет. Ну, где-то вот здесь вот надо искать разворот в районе 81-85 даже. Где-то вот здесь вот я бы искал разворот на продолжение роста. То есть, это... Я не отношу эту бумагу к схеме Pump and Dump. То есть, как бы, достаточно снижения небольшое. Если посмотреть на остальные бумаги третьего эшелона, то, в принципе, все выглядит здесь достаточно технично. Единственное, вот с целями определиться. Ну, наверное, все-таки промежуточной какой-то целью выстоит. Наверное, вот этот все-таки уровень 99. Если все-таки мы выше него пройдем, потому что здесь и гэпчик такой неплохой. То есть, если мы выше уровней вот этих вот 90-100 пройдем, то 130-140 вполне реальные цифры. У меня вот такое здесь виднее, ребят. Да, спасибо. Так, ну... Я, в принципе, примерно такую же картину увидел. Сейчас я попробую по-своему построить. В принципе, наверное... Ну, да, если смотреть по этому, да, то есть, мы сейчас упали на двухсотку. Да, то есть, ну, глобально. Так, ну, в целом, наверное, я соглашусь, что можно, вот, по идее, по-хорошему, он может сейчас отскочить от двухсотки. Возможно, с небольшим проколом мы увидим там на 81. Самый худший сценарий я бы рассматривал все-таки вот сюда снижение где-то к 72-73, потом проторговка и выход вверх. Здесь либо вот такой сценарий, да, то есть, здесь была коррекция, да, то есть, вот она, волна пошла. И вот примерно вот так вот, наверное, можно ждать дальше рост. То есть, если брать с точки зрения входа в позицию, вот, если у вас ее нет, то я бы, наверное, начинал бы вот, ну, где-то вот от этих уровней, да, то есть, и вот здесь вот делал бы доборы. А если вы уже в позиции, ну, здесь просто либо переждать, либо, опять же, здесь вот на этих уровнях делать добор. Ну, мне кажется, что, в принципе, ну, с Александром я соглашусь, да, что здесь можно попробовать взять вот 150, да, то есть, это хайп, который исторически был в бумаге. Наверное, все. Так, может быть, у кого-то есть еще мнение насчет этого, Георгий Марат. А там еще других, там других бумаг уже накинули, давайте мы на одной не будем остановиться. Ну, давайте, да, да. Да, то есть, как бы, про одну разгонять, я думаю, не стоит. Так, ну, там куча бумаг, вот, Интерау, я вижу, Росгидро, Эталон, все вниз летит, однако, компания отличная. Но тут можно сказать, что, как мы уже говорили, да, летит все вниз, потому что рынок летит вниз, вот, поэтому, как только сейчас рынок развернется, ну, вот, по Интерау я, в принципе, в лонгах, я считаю, что эта позиция довольно сильная, вот, довольно дешевая база у нее сейчас, плюс стоит отметить, что у них огромное количество кэша на счетах, вот, и, соответственно, это еще и дивидендная история, это защитная история, это все-таки энергетика, вот, вот, поэтому Интерау я, в принципе, за лонг, среднесрочный, и здесь, как бы, я не вижу других альтернатив пока с точки зрения энергетиков. Так, ну, давайте, там, Георгий, Марат, Алекс, Александр, может, у вас есть какие-то, вот, по мнению, по Росгидро, Эталон тут нам накидали, Башнефть, вот, то есть, ну, я могу высказаться по поводу Росгидро, долгосрочно, наверное, идея интересная, но здесь все будет зависеть от того, будут ли на них какие-то дополнительно социально значимые штуки вешать или нет, потому что Дальний Восток повесили, плюс там еще распределение повесили, то есть, сама Росгидро, вот, с точки зрения гидрогенерации, это суперэффективный и супервостребованный актив, да, потому что, ну, фактически, это возобновляемые источники энергии, то, про которые, там, много любят говорить, там, ветер, солнце и вода, вот, получается, у вас при генерации, там, одного киловатт-часа электроэнергии не нужно сжигать никакое топливо, ни газ, ни уголь, да, как у других электростанций, поэтому себестоимость получается копеечная, ну, за счет неэффективного Дальнего Востока, там, получается, компания иногда даже получает убытки от списания объектов. Что касается Интерау, да, согласен, что это идея перспективная, потому что у них, там, почти 166, по-моему, миллиардов рублей сейчас, это отрицательный чистый долг, ну, фактически, денежная кубышка, плюс у них 30% собственных акций выкупленных, да, которые они пока никуда не направили, ну, главная здесь идея, я думаю, это, вот, потенциально производство российской турбины высокой мощности, которая может дать определенные денежные потоки на будущее. Ранее они разрабатывали эту турбину совместно с Сименсом, да, потом сейчас вот по понятным причинам все эти совместные предприятия распались, и они тянут дальше сами эту ситуацию. Но с точки зрения, вот, опять же, рисков, идея, мне кажется, самая консервативная, у компании нет долгов, у компании производят электроэнергию, которая, независимо от кризиса, мы все равно продолжим пользоваться, да, там, свет, условно, утюг, чайник, да, и так далее. Вот, что касается эталона, это может быть интересная история, единственный минус, что это пока еще ГДР, да, то есть они переезжают в Россию, пока еще полноценных акций не появилось, но эталон, в отличие там от того же пика и самолет, он работает в регионах, а в регионах у нас сейчас начали постепенно расти зарплаты, то есть, условно, в московском регионе уже случился рост цен на недвижимость, в других регионах пока еще нет, туда эта волна приходит только сейчас, с одной стороны, те люди, которые ушли на СВО, они получают хорошие зарплаты, с другой стороны, мы видим сейчас у нас в России самый низкий уровень безработицы, да, там всего лишь 3%, такого не было никогда, этого вынуждает компании платить все более и более высокие зарплаты, а в регионах они исторически были одними из самых низких. Ну и такие даже моменты, если, например, там человек погибает в рамках СВО, то его семье выплачиваются 5 миллионов рублей, то есть, соответственно, его семья потенциально может тоже приобрести квартиру, поэтому на таких региональных застройщиков может быть определенная идея, и они могут в ближайшие 3 года чувствовать себя гораздо лучше, чем те застройщики, которые работают в московском регионе. Вот, у меня все. Да, спасибо. Ну вот, наверное, вопрос к Александру, вот, ну, не конкретно то, что тебе его задали, а просто, да, твое мнение по, допустим, вот Сегеже, да, то есть многих сейчас в том числе волнует данный вопрос. Мое мнение я уже озвучивал и в Пульсе, и у себя на канале. Я говорил, что Сегеже, к сожалению, несмотря на текущую поддержку, это мрак. Ну, то есть не как мрак, это максимально высокорисковый актив, который лезть сейчас, ну, не стоит в принципе, да, то есть можно поиграться на отскоках, но рассматривать как среднесрочную сделку я бы не стал. Вот, твое мнение хотелось бы послушать. Давайте, так, я расскажу про Сегежу. Значит, я еще вот на всем вот этом росте топил за то, что мы будем обновлять минимум. То есть можно посмотреть историю. То есть весь этот рост, он никак на какую-то импульсную модель, опять же, не похож. То есть рост с зигзагами, он никогда ничем хорошим не заканчивается. Относительно того, что графика достаточно у нас мало, поэтому у нас он может выглядеть исторически совсем в больших очень вариациях. Допустим, полный цикл формируется, и он вот здесь вот был один, здесь два. То есть мы не знаем до того, как была оценена компания до выхода на биржу, поэтому вот этот вот старший цикл один-два может закончиться где угодно. По сути дела потенциал снижения у нас это ноль. То есть надо понимать, что Сигежа объявляет в 9 утра доп. эмиссию какую-нибудь бешеную, и котировки могут отреагировать с открытия как плюс 10, так и минус 10 и 20%. То есть вполне может быть запросто сделано. Что в текущей какой-то ситуации я вижу? Значит, у нас есть какой-то что-то типа импульса вниз, и нам не хватает еще одной волны, конечно. То есть у нас была попытка вот здесь на дневках возобновиться, но опять же все это потушили, то есть весь этот импульс. И мы сейчас возвращаемся опять в эту зону покупок, в которой мы были. Но я предполагаю, что ничего у нас не будет никакого роста, потому что если мы перейдем на часовик, то мы как бы в принципе видим, что у нас идет такое плавное снижение-снижение, и все вот эти вот покупатели, которые здесь пытались там набирать позиции, я уж не знаю, не слежу за новостями, там какой-то позитив, видимо, какой-то подвезли. То есть вот здесь вот. Там я тебя перебью, там была информация о том, что, ну не информация, а АФК-система, мама выдала кредит 7,7 миллиарда, чтобы они смогли расплатиться в этом году по текущим своим долговым обязательствам. Но я хочу всем напомнить, что в следующем году сумма выплат составит 25 или там 26 миллиардов, а компания до сих пор не генерит кэш. Ну то есть как бы по факту новость позитивно вышла, но как бы кардинально она на ситуацию в компании никак кардинально не повлияла, поэтому я ожидаю здесь продолжение снижения. Когда у нас такое идет снижение без привязки к чему-либо, то есть левой части графика нету, то целями у нас будет выступать всегда круглые значения. То есть следующая цель будет у нас 3,8 и потом через каждые, я думаю, мы будем снижаться, через каждые это 0,1 пункта, то есть 0,1, через каждые 10 копеек. То есть 3,7, 3,6, 3,5. И так, в принципе, мы можем двигаться очень долго. Очень долго мы можем пилиться здесь, то есть несколько лет мы можем снижаться до 2 рублей, до 1. То есть это история такая, в которой на каждом отскоке вот таком будут собирать новых инвесторов. Определить, где она цена становится, ну при таких значениях, я считаю, в принципе, практически нереально. Живой там, например, СПБ-биржи, когда она падла-падала, вроде мы увидели большой отскок импульсный, и пошло дальнейшее снижение, но опять же этот импульс текущими санкциями весь убили, погасили. То есть опять мы переписали минимум. Здесь аналогичная история, мы можем пилиться-пилиться-пилиться, потом какой-то мы увидим импульс вверх, задерг на больших объемах и продолжение медленного снижения, на котором будут набирать новых инвесторов в надежде на продолжение роста. То есть от такой истории я бы держался, в принципе, в стороне. Есть намного больше понятных и технических, и фундаментальных бумаг, в которых есть торговые идеи. И вот эти ловли ножей, ловли разворотов еще никому ничего хорошего, в принципе, не приносили. Да, спасибо. Так, вот что у нас еще тут есть? Там много вопросов опять по Селегдару, по Русолову. Опять же свое мнение выскажу. У меня никаких отмен нету. Все идеи актуальны. То есть отмен никаких разметок, никаких отмен сценариев у меня нету. Ни по Русолову, ни по Селегдару цели те же. По Селегдару, может, даже выше. По Русолову порядка трех, двух с половиной целей. Может быть, даже три с половиной. По Селегдару выше ста целей. То есть там, опять же, уже надо будет смотреть, как мы туда вверх пойдем. То есть потенциально самые старшие цели 250, но они совсем там долгосрочные. То есть по этим бумагам. И я не вижу смысла там выпрыгивать по 70, чтобы пытаться зайти по 64. И такая мышиная возня, это как бы не мой стиль торговли. И эти бумаги беспокоят всех, потому что они в стратегиях автоследования. В частности, Селегдар во многих стратегиях у меня. И, в принципе, я того же плана и придерживаюсь, что и был он летом. То есть никаких отмен у меня нету. Все у меня по плану, ничего. Как бы я не забил и не закинул ни в коем случае. Так, да, спасибо, Александр. Так, еще, может быть, у кого-то вопросы. Не обязательно писать, можно голосом задать. Включите микрофон и задайте голосом. Я вам вот вопрос про двигательное видео, как комментировать. Ну, в целом, компания убыточная, собственно, поэтому у них такой большой дисконт. И все сильно переживают, насколько она может справиться с текущей ситуацией. Ну и понятно, что Marketplace и AzonLambres обнимают рынок у нее. Но есть шанс, что ее спасут, там, влиятельные владельцы. Вот. Но это все-таки такая, довольно-таки рисковая инвестиция, собственно, за этот риск. И идет высокое вознаграждение в виде таких процентов. Какие стабильные компании посоветуют для дивидендного портфеля на ближайшие 5 лет? Ну, стабильные дивидендные компании на ближайшие 5 лет, наверное, тут можно посоветовать, ну, как минимум, столпов наших. Да, то есть это Сбербанк, это Роснефть, Лукойл тоже интересен, но меня смущает немножко ситуация внутри компании. Вот. Ну, в целом, тоже можно рассмотреть Лукойл. Из таких, кто вот еще серьезных коллеги, может, вы подскажете? Лукойл в нефть. Татнефть хорошая. Татнефть. Татнефть. Еще есть неплохие дивиденды у Новатэка, но все с новыми санкциями и котировками нефти немножко мы припали. Вот. Если сейчас не удержит... Господи боже, извините. Можно будет сейчас в ближайшие, я думаю, 3-6 месяцев набирать хорошую вкусную позицию по Новатэку. Ну, нужно, наверное, чуть-чуть побольше новостей по поводу Арктик СПГ-2, потому что у него всякие вели санкции, а он пока еще не запущен. И там косты, если я правильно помню, там уже то ли 50, то ли 70% уже выросли с учетом того, что начались с собой. А так, как дивидендная фишка, да, они платят немного, но компания стабильная, востребованная, и доля на рынке, она потихоньку растет. И предполагается дальнейший рост с развитием инфраструктуры и переходами, естественно, на эту самую, на зеленую энергетику. Я бы транснефть еще отметил, но, естественно, после сплита, то есть сплит, я думаю, достаточно позитивно скажется на котировках, и как раз вот после сплита, я думаю, уже будет достаточно хорошая точка входа. По лукойлу я бы, конечно, так, дивидендным историям я бы немножечко в стороне держался по текущим ценам, но по отношению ко всему рынку все-таки дороговато он выглядит, и платит уже он максимум, в принципе, все, что может. Ну, еще я добавлю, наверное, магнит, да, который за два года воздержания все-таки объявил о дивидендах за 22-й год, и что самое важное, да, то есть у него огромная кубышка, и вполне стоит ожидать хорошие дивиденды за 23-й год. Я думаю, что, может быть, даже там будут какие-то спецдивиденды, вот, ну и сам факт того, что магнит – это, скажем так, компания в целом, которая, ну, это ритейлер, да, то есть это некий такой защитный актив, вот, там потихоньку нормализуется ситуация, да, после всех потрясений, и, в принципе, в целом компания сейчас выглядит очень перспективно, с хорошим возможностям получить дивиденды как за 22-й, так и за 23-й год, и, соответственно, в дальнейшем, в будущем вполне можно его держать, в том числе для диверсификации портфеля. Вот, еще, может быть, кто-то предложит пару. Можно еще ММК и ММК посмотреть в качестве источника дивидендов, но я бы дождался какой-то конкретики по новому карту, чтобы вроде как недавно объявили на отчетности, что они уже, там, то ли готовятся, то ли уже готовы к тому, чтобы вернуться к выплатам. Потому что, ну, в принципе, они также сильно связаны с стройкой, вот, а ближайшие, наверное, 3, ну, может быть, даже 5-7 лет стройка или вопрос с девелопами не будет закрыть, льготные ипотеки будут продолжать, потому что вопрос демографии стоит остро, поэтому, в принципе, в принципе, вот ММК и ММК я бы, наверное, рассматривал с точки зрения дивидендов, ну, вот, нужны, нужны все-таки больше деталей. И я бы, возможно, еще поговорил бы про энергетиков, вот, типа, там, Энерго, дивидендный аристократ, так сказать, и каких-то энергосботовых компаний, где после процедации, вот, с Россетями есть возможность увеличения дивидендов, и плюс мелкие компании, типа, МРСК, по-моему, Московской регионы, как он там называется, туда тоже можно посмотреть на какую-то часть портфеля, выделить под дивиденды, потому что эта история стабильная, ликвидность, может быть, всегда, ну, естественно, как бы, такие компании, как Сургут. Хотя, с другой стороны, есть четкое понимание, что Сургут там на абсолютных максимумах, но, как бы, никто не отменял того-то факту, что можно потихоньку подкупать и держать просто в портфеле всю эту историю. Да. Георгий, Марат, у вас, может быть, какие-то будут варианты еще по дивидендным бумагам? Ну, если смотреть чисто на дивиденды, я бы еще добавил сюда МТС, наверное, он сейчас подошел к уровню 250 рублей, а за следующий год там 30+, там, может, даже 34-35, я думаю, вполне могут заплатить. Но единственный риск, опять же, долгосрочно, это высокая долговая нагрузка, хотя АФК-система продолжит качать деньги, мы видим, она сейчас часть денег направила на помощь Сегеже, возможно, эти донаты продолжатся, поэтому ей надо будет самой откуда-то брать эти средства. И вот МТС здесь выступает одним из таких условных доноров. Белуга на небольшой коррекции тоже будет интересно, я думаю, на ближайшие пару лет они еще могут несколько раз выплатить высокие дивиденды, у них накопилась кубышка, они, как вы помните, пару лет дивиденды не платили, ну, большие имеется в виду, и сейчас у них есть такая возможность. Вот, в генерации, ну, в генерации тут сложно сказать, да, там, что будут платить, мы видим тот же самый ОГК-2, была интересная дивидендная история, они взяли зачем-то, допку провели, опять же, непонятно, куда эти деньги пойдут, то здесь могут быть такие не совсем торговые истории, да, то есть могут быть какие-то вот внутрикорпоративные займы и так далее, и так далее, что, естественно, негативно будет влиять на потенциальную доходность инвестора. Вот, ну и в финансовой сфере можно присмотреться на коррекциях, к тому же Сберу он потенциально даст, я думаю, неплохой дивиденд и в этом, возможно, в следующем году, ну, а дальше посмотрим. Я бы еще вот про финансовый эффект, где Георгий заговорил, я бы еще добавил, скажем так, не самую ликвидную историю, это банк Санкт-Петербург, вот, с точки зрения стабильности бизнеса и увеличения доли на рынке, вот, наверное, один из лучших банков, который, вот, наверное, в полной мере реализовал уход конкурентов, уход западных банков, освобождение и привлечение клиентов, и в целом, насколько я понимаю, там, не сказать, есть отчетность, у них в целом все довольно хорошо, поэтому, если так смотреть по финансовому сектору, я бы смотрел на Сбер как топ-1 с точки зрения стабильности роста и дивидендов, а банк Санкт-Петербург – это два. Да, кстати, раз еще про банки заговорили, у нас скоро еще один банк планирует выйти на IPO, это Совкомбанк, поэтому, кстати, он тоже, можно его присмотреть будет, он тоже платит дивиденды. А, кстати, про дивиденды, извини, что перебил, пока не забыл, про Ренессанс говорить, не помню, кто, по-моему, вопрос был в чате, коллеги начали рассматривать, вот Ренессанс, в принципе, тоже можно рассмотреть, потому что, насколько я помню, у них есть очень амбициозные планы выхода в первый эшелон, в том числе включение в индекс Мосбиржи, и, возможно, буду думать об увеличении фрифлота, чтобы повысить ликвидность, и плюс у них крайне высокие темпы роста по прибыли, в том числе по инвестиционным, и, судя по аллокации, которую они используют для инвестиционной деятельности, у них в акциях, что-то, по-моему, 10 или 15% капитала, и остальная часть – это вот другого рода активы, типа облигации там и так далее, и так далее, и с них, в принципе, в районе 7-11-12%, думаю, вполне можно получать раз в год. Спасибо. Так, еще был вопрос по башнефть-обычка. Кто-нибудь торгует данной бумагой, может быть, что-то есть сказать? Коллеги, никто? Ну, давайте я посмотрю, почему бы нет. Людям просто стало плохо от упоминания башнефти. Никто не берется за это. Я смотрел, у меня префки были размечены, как бы здесь все по плану, по-моему, шло, с движением, с целью здесь вот хаи обновить, которые были летом. То есть здесь по префам более-менее понятно, куда-то сюда. Так, а обычку? Обычку я не смотрел, она мне не нравилась. Ну, давайте сейчас все удалим тут. Ну, попробуем что-то отрисовать. Скорее всего, по обычке уже этот цикл закончился. То есть пятая волна, которая по префам идет, скорее всего, по обычке она закончилась. Три-четыре, а это уже пять. Ну да, тут даже если смотреть графику, он такой уже идет, ну, то есть уже набор позиций для того, чтобы просто рухнуть. Да, здесь уже какое-то распределение все-таки пошло, уже, конечно, диагональники. Пока, если среднесрочно, то, наверное, вот на этот уровень мы спустимся, 2200. От него какую-то мы увидим реакцию, потом, скорее всего, будет его пробой и дальше вниз. Если рассматривать более глобально, если это закончился цикл 1 и идет 2, то есть в полном цикле, то цель это снижение достаточно высокий. То есть мы должны будем прийти куда-то 1500-1800, 1600, да, примерно. Посмотрим, есть к чему привязаться, а тут и привязаться, в принципе, не к чему. Это совсем далеко. Ну, как-то вот так, что ли. Куда-то 1600-1500 должны будем мы свалиться, да, в принципе. Потому что на недельках тут достаточно такие большие объемы на продажах. То есть я бы рассматривал это уже как отыгранную историю полностью. То есть по префам, да, скорее всего, мы еще перехай сделаем. Вот, я не знаю, с чем это связано, я и не торгую, не следил, не смотрел. Вот. То есть, возможно, когда обычка уйдет в боковик, префы пойдут на перехай. То есть вот такая история. Вполне более, мне кажется, реальна. Вот. Кто-то знает, может, что-то фундаментальное, подскажите, потому что я не бум-бум, честно говоря. Ну, я, кстати, по поводу фундаментала, я вот все... Я тут на днях, не помню, где, прочитал интервью Швецова, это Мосбиржа. Вот. Он сказал следующее. Вот. То, что они сейчас на московской бирже видят, это, ну, их настолько прям удивило, что идет полный отрыв от фундаментала. То есть, грубо говоря, инвесторы сейчас не реагируют вообще на фундаментал. То есть, они... Идет полная отвязка, да, то есть, и для них это вот... То есть, ну, если раньше там можно было там какие-то мультипликаторы там смотреть, еще что-то, то сейчас... Ну, он не прям так сказал, да, то есть, но если утрировано, то их можно выбросить в топку. И, грубо говоря, сейчас инвесторы закладывают совсем другие ожидания. И, соответственно, фундаментальный анализ практически не работает на российском рынке последний год, как минимум. Вот. Хотя, возможно, и он ошибается, и мы ошибаемся, но вот, вот, грубо говоря, это же сказал, по сути, один из топ-менеджеров московской биржи. Ждем абсорбирования ликвидности за счет роста ставок. Это, кстати, тоже один из доводов, почему, скорее... Ну, по моему мнению, скорее всего, поднимут ставку, возможно, даже до 17. Дальше, наверное, брат, сообщение будет обсуждать. И почему эта ставка, скорее всего... По-моему, ты его тоже говорил, что она продержится где-то до осени, где-то середина осени. Что-то это как раз та самая отметка, когда речь пойдет уже о снижении. Потому что деньги из системы надо вытащить и снизить потребление. Если, допустим, открыть те же самые графики магнита или пятерки, магнит, наверное, на своем позитиве, если смотреть на него, как на дивидендную историю, то сейчас, на самом деле, ну, блин, дороговато покупать. Ну, там даже если для дивидендов, в том числе, то же самое оказается и сургута, тоже дороговато покупать. Но, как бы, что есть, то есть. А если посмотреть пятерку, то за счет того, что у нее нет позитива по реанимилиации и по какому-то докуполуне резидентов, она уже начала отыгрывать снижение доходов за счет изъятия ликвидности. То есть у людей... Точнее, М2 станет снижаться, у людей, следовательно, денег станет меньше, и потреблять они начнут меньше. Да, все будет перекладывать через инфляцию, но я думаю, что вот эти сценарии, они уже начали отыгрываться, и посмотрим, куда нас это ведет. И все-таки жду, пока Сбербанк, Рукоил с Роснефтью рухнут. Ну, не рухнут, ладно. 5-10% хотя бы свалится, плюс дивиденды, от сетки там и так далее. И может быть, что-то внятное. До дивидендов они как раз вряд ли свалятся, но я имею в виду глобально. Да, то есть после дивидендов как раз будет какая-то некая такая остывочная, ну, так сказать, остынут они немножко. Но тут стоит еще учесть, что когда проходят дивидендные гэпы у таких крупных игроков, российский рынок начинает резко набирать. Это тоже позитивно. Вот. А что касается Магнита, тут... Ну, он сильно отстал от X5, откровенно, прям очень сильно. И еще стоит отметить, что помимо дивидендов там все-таки еще маячит первый эшелон. Да, то есть... Потому что сейчас, я считаю, абсолютно несправедливо его держат в третьем эшелоне уже довольно долго. Как минимум уже два заседания, да. То есть, ну, апгрейда. Вот. И, соответственно, я считаю, что он должен начать вот если... Ну, то есть, в следующем году, то есть, январь, февраль, все-таки его должны включить в первый эшелон, ну, вернее, вернуть в первый эшелон. И, соответственно, это придаст дополнительный приток. А там можно с учетом дивидендов хорошо на нем заработать. Это уже не в цене, да? Нет, конечно. Ну, я просто смотрю сравнение. Но у тебя дивиденды, у тебя, смотри, у тебя ожидается дивиденды за 23-й год от 800 там до 1000 с лишним рублей. Соответственно, ну, это я не беру спецдивиденды. Мы берем сейчас, то есть, ту кубушку, которую они могут дополнительно распределить. Мы берем сейчас вот чисто, вот если они просто придут. То есть, даже по текущим это там доходность почти, ну, такая двузначная. Двузначная, я понимаю, да. Да, если они еще добавят спецдивиденды, да, то есть, а если они еще туда войдут в первый эшелон, у тебя войдут миллиарды рублей в этих институционалов бумагу, естественно, у тебя это разгонит. Теперь у котировки. Ну, вот насчет входа институционалов я бы, наверное, не был так уверен, по крайней мере, в объеме, потому что есть как бы на рынке пословица купил на хаях, прокатился, и институционалов это тоже касается. Нет, там же распределение будет фондовое, поэтому там все равно будет. Я понимаю, я понимаю, я думаю, что они, ну, было бы логично все-таки немного выждать, потому что по сравнению пятерки и магнита, у них разница в спрайт 5%, с учетом того, что как бы пятерка не платит дивиденды, вот, а магнит там разродился. Ну, как бы можно купить, но мне кажется, все по текущим, наверное, вот для, там, здесь сейчас сформировать позицию, наверное, дороговато, для дивидендов, в том числе. Спекульнуть, наверное, да. Все, так, ну, наверное, на этом давайте подведем итог, вот, мы больше двух часов уже общаемся, я думаю, и спикеры подустали, и подписчики немножко уже подустали, вот. В целом, соответственно, мы максимально все, что могли, разобрали, максимально все, что могли, обсудили, дали какие-то идеи, да, то есть, ответили на больше, ну, практически на все вопросы, вот. Смотрите запись, да, то есть, те, кто не успел, или не все посмотрел, или не запомнил, вот, и, соответственно, делайте себе пометки, вот. Ну, мы постараемся, со своей стороны, как говорится, проводить побольше, что подобных таких, как говорится, форматов, да, то есть, вот, я думаю, и нам будет интересно, да, поделиться своим мнением, и вам будет интересно следить за нами. Коллеги? Да, ребят, всем спасибо, интересно пообщались, да, интересно было послушать чужое мнение, вот. Я думаю, это видео мы на YouTube, наверное, выложим, да, все-таки, в открытый доступ, я думаю, почему бы нет. Да, без проблем. Да, и все ссылочки на все каналы, на наши ресурсы будут в описании, вот, поддержите нас, подпишитесь, всем спасибо. Всем спасибо, да. Да, спасибо. Спасибо. Приходите еще. Хороших отдых.